В старших классах появилась у меня подружка, которая целиком и полностью мои интересы разделяла. И мы с ней вместе собирали эти романсы, где только можно, по всем знакомым, по каким-то взрослым старшим пели их вместе. И это была большая такая душина, хорошая для нас обоих. Но кроме этого, опять же таки, упоминаемая здесь благословенная фирма «Мелодия» в какой-то момент выпустила целую серию пластинок с записями располнений начала века. Там были более поздние записи, там была Надежда Абуховой, например. Но были записи очень старые, мастерованные записи. Там была Надежда Вяльцева, там была великая Варя Панина, пением которой сам Шаляпин восхищался, цыганитая цыганская певица. Была Изабелла Юрьева, которую так вообще запретили, что никто уже про нее даже не вспоминал. И вот этот ресурс, этот источник каких-то совершенно потрясающих вещей, абсолютно из другого совсем мира, он нам на самом деле открыл глаза на ту эпоху, на ту эпоху дореволюционную, когда вот эта шаткость, этот всеобщий декадант, всеобщее ощущение чего-то тревожного, эти накрашенные мальчики напудренные, представьте себе, «Кокаин», «Верчение столов». Вот с этими романсами вся вот эта литература, все это изобразительное искусство, которое мы оттуда знали, приобрело немножечко такой другой, более ясный вид. Я вам сейчас покажу один романс с одной из этих пластинок, еще немножко расскажу. Он написан довольно известным автором российским, Марии Пуаре, не Пуарок, Пуаре. Знаменита это, у нее совершенно была какая-то фантастическая жизнь, очень полная каких-то скандалов и приключений, но знаменита она не тем. Знаменита она тем, что она написала один из самых загадочных, самых красивых и самых трудных для исполнения русских романцев «Романс я ехала домой». Это романс, который, я не знаю, это такая вершина, до которой дотянулись, может быть, два-три исполнителя, не больше. Это очень тяжелая вещь. Она очень красивая, очень трудная. А то, что я вам хочу показать, это было написано романс к спектаклю, и он такой очень, вот мне кажется, я знаю, есть люди, которые его не очень любят, но он очень в эпохе, он очень в этом времени. Вот если вы себе представите, там незнакомых блока. Да, это далековато получилось. Там перестрелился склонивный, что-то такое. Сейчас я вам покажу свое искусство экранной гитарей. Гитарь включена, не включена. Есть звук? Есть. Я друщу, если можешь понять, Мою душу доверчиво, нежную. Приходи ты со мной попенять на судьбу мою странно-небрежную. Мне не спится порой по ночам Думы мрачный я сон Отгоняю ты горючие слезы к очам Как в прибои волна преливаю. Как-то странно и дико Мне жить без тебя Сердце лаской любви не согрета Верно правду сказали моя Лебединая песня пропета